Скажите, а вы смотрите на состав пряжи, который покупаете? И один раз я промахнулась и не посмотрела. Я искала для своего изделия Африка очень глубокий, хороший, красивый оттенок серого. Да, я нашла, но не посмотрела на бирку, а там в составе был эластан. Мне эта пряжа для этого кардигана не подошла, и я ломала голову, что же можно сделать. Да, конечно, можно с пряжей, которая в составе содержит эластан, связать шапку, которая будет держать резинку, носки. Но так как шапка у меня уже есть, шапка Фуксия, я показывала ее и сегодня, может быть, покажу, то мне захотелось все-таки применить ее в плечевом изделии. Это амулет, джемпер, пуловер, амулет, который связан сверху вниз методом реглан. И почему я выбрала эту пряжу с эластаном для этого изделия? Большая часть изделия – это резинка. Вот, насколько вы можете видеть, здесь как раз резинка из скрещенных петель, она более плотная. И я подумала, что, связав уже в другом цвете с обычного китмахера этот же амулет, я подумала, что попробую, как будет смотреться паутинка легкая. Не совсем паутинка, но сейчас увидите, как будет вязаться пряжа с эластаном. Сразу могу сказать, что если вы никогда не вязали, повяжите образцы, возьмите совершенно разные спицы номером. И у вас будет опыт, каким образом не уменьшить изделие. Да, вот именно, оно уменьшается. И первый опыт у меня был, это я связала вот эту зеленую горчицу из сногсшибательного Baby Camel, но он получился очень маленький. Вот та череда промахов и ошибок, она иногда ведет к каким-то новым приемам, новым решениям, к интересным подходам к вязанию. И вот как раз здесь, вот в этой конструкции, вот в этом силуэте, мне понадобилось, чтобы здесь была пряжа в виде резинки. Сначала был связан вот этот в цвете фуксия. И все бы ничего, но в две нитки китмахера он получился очень жарким. Я в один из праздников новогодних решила надеть его и, честно сказать, запарилась. А уже второй, вот этот вот оранжевый, я связала как раз из пряжи китмахер тысячу метров в сто граммах в одну нитку. Но там не было эластана, и поэтому не было так силуэтно, как вот в этом вот джемпере. Какие еще могут быть сюрпризы от пряжи с эластаном? Изделие может со временем, я не знаю, чем это обусловлено, стать гораздо-гораздо меньше. То есть изначально вот эта зеленая горчица была мне по размеру. Не оверсайз, но размер в размер. Это где-то между 46 и 48. И со временем, когда я решила примерить, он стал еще меньше. Поэтому, когда вы выбираете пряжу, следите за тем, чтобы там были именно те нитки. Никак со мной это произошло. Я схватила этот потрясающий меланжевый цвет. Он мне понравился как раз из-за неоднородности оттенков. Но я упустила из глаз то, что он содержит в себе эластан. Ну и давайте подробнее сейчас поговорим, как вяжутся такие вещи, где вот может быть валан. Я могла продолжить, как в цвета фуксия, здесь рукав. Но так как я в первом запарилась, я уже решила просто сделать вот такие фонарики. Вяжется сверху вниз. И здесь несколько так называемых регланных линиях. По обеим сторонам которой, в каждой регланной линии, делаются прибавления петель. Если это очень длинная регланная линия, то, конечно же, не в каждом втором. А если вам надо сделать короткую, относительно короткую, как у меня, регланную линию, потому что, видите, где у меня пройма начинается, прямо в подмышках, то, конечно же, я рекомендую в каждом втором ряду. И узор мне нужен был как раз такой вот, который на основном полотне, который как раз будет прозрачный, легкий в исполнении и рассчитанный на круговое вязание. Моя подруга Ольга Полонская помогла мне с названием, назвав его амулет. Она говорит, представляешь, ты идешь на какую-то встречу, ты берешь с собой что-то, что тебя как бы немножко охраняет. Это какой-то талисман или амулет. Я схватилась за слово амулет, назвала, что да, если я пойду на какое-то мероприятие или на какую-то встречу, может быть, на свидание, я с удовольствием одену изделие, которое меня оберегает, мой амулет. Мне в телеграм-канале Татьяна задала вопрос, что вот у нее есть нитка шелка и есть нитка кидмахер, она хочет их как-то в одном изделии соединить, повязать. У меня не сложились отношения с очень тонкими спицами, это, например, 3 миллиметра, и у меня не сложились отношения с шелком. Так как я люблю вещи оверсайз, те изделия, которые я вязала с шелком в составе, с вискозой, они в длину менялись, трансформировались, не запрограммировано для меня, неконтролируемо. А вот ширина, которую я очень люблю очень часто, не сегодняшний вариант, конечно, то эту ширину я теряла. Поэтому опыта у меня такого вот уж прям с шелком или с вискозой маловато. И, честно сказать, я вот освоила для себя самые идеальные для меня варианты тип пряжи. Это пушистая или это пряжа кидмахер. Любая пряжа, которая объемная. Мне нравится из нее вязать, мне нравится, что вещи невесомые. И вот я показывала паутинку, по-моему, она весит около 80 грамм. Цвет выбрала исключительно для того, чтобы была красивая обложка у видео для YouTube и других платформ, только ради этого. А так, в жизни, конечно же, это достаточно такой цвет с претензией. По поводу моих наборов. Когда я вяжу или создаю какое-то изделие, пишу мастер-класс, то в процессе вязания очень часто многие варианты тех или иных видов пряжи не подходят. Либо очень тяжелые, либо прозрачные, либо нет фактуры или текстуры. И как раз поэтому, демонстрируя то или иное изделие по моим мастер-классам, у меня стали задавать вопросы. А у вас есть еще такая пряжа? Вот так и началось это с Намибии. Это была пряжа с пушеный меренос, бэби-альпака и кидмахер. И очень понравился этот горчичный цвет, очень понравилась фактура этого кардигана. Мне пришлось в следующих проектах своих и изделиях сразу протестировав какую-то пряжу, брать ее достаточно много для того, чтобы иметь возможность для вас делать наборы пряжи, которые я уже протестировала. И вот конкретно вот в этом изделии, почему это очень удобно. Не факт, что любой махер подойдет, я говорю очень часто это в своих роликах, потому что есть метраж одинаковый. У нас с вами, да, мы с вами вяжем, а пряжи разные, бывает с длинным ворсом. Кстати, вот здесь ворс не длинный. Очень удобный для того, чтобы такое приталенное, компактное связать изделие. А если бы это был, допустим, кидмахер Аврора, из которого связана и паутинка, из которого связана большая часть моих вот недавних изделий, это Суоми, который, кстати, очень много кому понравился из вас. И я благодарю за отклики, отзывы. Я восхищена. И для Эльзы, пулловера, я как раз так же искала фасонную нитку, которая будет максимально контрастировать с основной. Это кидмахер Аврора с длинным ворсом, контрастировать вот с этой фасонной фактурной ниткой. И вот, собственно, что и получилось. И моя задача всегда попробовать какие-то варианты, какие-то точно, допустим, вот эти нитки, которые на амулете совершенно точно не подойдут для вязания кардигана Африка. По одной простой причине, что в кардигане Африка используется кидмахер одного бренда, одного артикула, одного сорта. Почему? Потому что какой-то провалится, какой-то будет лысо смотреться, несмотря на то, что он связан в антарсии, но текстуру мне хотелось все-таки сохранить одинаково у всех этих блоков цветных. Поэтому и возникла у меня мысль составлять эти наборы пряжи именно из той пряжи, которую я уже знаю. И знаю, как она себя поведет. Вот ресурс у этой нитки с эластаном есть вязать до спиц номер 6,5. То есть я попробовала. И вот, например, вот эти рукава, пышные воздушные фонарики, я связала спицами номер 5. А вот это вот полотно, которое мне понадобилось, более компактное и по фигуре, по силуэту связанное, я уже вязала спицами аж 3,5 мм. Ну, конечно же, сыграла роль еще и эластан. Я думаю, что вы поняли сейчас мою мысль, что очень часто мы нарываемся на нитки, которых не знаем. И я тестирую, поверьте, очень много ниток, поэтому заходите на мой телеграм-канал либо в описании. Вы, кстати, девушки, я повторюсь, девушки, мои дорогие коллеги, очень часто вы задаете в комментариях один и тот же вопрос, где найти мастер-классы. К каждому моему видео есть ссылка либо на магазин ВКонтакте, либо на мой телеграм-канал, либо на дискуссионную группу, где мы с вами можем беседовать, задавать друг другу вопросы, а может быть, делиться чем-то фотографиями, как это часто делают мои любимчики. Есть у меня такие, вот Алина, которая очень часто показывает еще то, как она связала и что, и делится своими впечатлениями. Так вы можете в описании к ролику найти всегда ссылки на все мои ресурсы. И платформа Бусти для тех, кто живет за пределами России, чтобы оплатить мастер-класс. И на группу ВКонтакте. И нельзя грамм, который сейчас рекламировать нельзя. И там даже на него есть ссылка. Поэтому, если у вас есть конструктивный какой-то вопрос, дельный, интересный, либо мнение, я с удовольствием вам отвечу. И, кстати, я задавала вопрос по поводу шапки. Я попросила. Обычно я не нуждаюсь в советах. Я это говорю в разной форме, в деликатной. А здесь я попросила дорогие мои подруги по вязанию. Скажите, как мне быть? Я нашла очень много всевозможных нашивок, наклеек, аппликаций, бирок на свою шапку Бенни, которая связана по мастер-классу Фуксия. Ну, шапка не цвета Фуксия, вы видите, да? И я очень благодарна тем, кто в недозидательной, а в дружеской, нормальной форме сказал свое мнение. И мнение большинства, что ничего сюда нашивать не будет. Здесь будет бирка вертикальная. Вот она, пожалуйста. Которая будет указывать, что это связано моими руками. Да, у меня есть персональные бирки. Яковлева нит. И в каждый набор, который я собираю, я вкладываю также силиконовые бирки с очень амбициозным названием, которое звучит. И я связала. Конечно же, если вы дарите это изделие кому-то, или продаете, может быть, другого характера, вы сами прикрепите бирочку, допустим, просто, что связано руками, или какие-то еще другие. Может быть, у вас есть варианты того, какую бирку, персональную, может быть, вы сделаете. И когда уже будет готово, я примерю в полном образе, я его решила немножко поменять. Ищу сейчас, к сожалению, не могу найти все компоненты для того образа, который мне нужен, для презентации шапки. Сначала у меня не хватило ботин, не хватило, я не нашла те необходимые ботинки. Ботинки нашлись, теперь мне не устраивает буховик. И я хочу сказать, что много придется мне сейчас потратить времени, но все-таки вот этот вот тотал лук, законченный образ, я хочу продемонстрировать, как профессионал. Все-таки я художник, модельер по профессии. И мы с вами немножечко все-таки сегодня похихикаем. Я приготовила забавный комментарий, который немножко хочу тоже прокомментировать. По поводу хейтеров. Низкий поклон, дорогая моя, поддержка в виде хейтеров. Вы столько даете своих жизненных сил, чтобы я дальше снимала ролики. И, кстати, самая большая реакция по комментариям вашим была именно в ролике с темой скандала. Да, меня немножко похитили, пощипали, покусали, как они думают. Меня многие начали успокаивать, чтобы я не расстраивалась. Я уже сказала, меня расстраивает только то, когда я не могу реализовать свое задуманное. А это только, ну, как бы меня забавляет. И я хотела какую-то миссию еще нести в своих роликах, просветительскую, потому что большая часть не задумывается, когда либо дает советы, либо навязывает свое мнение, либо делает это, убирая культуру общения, этикет. Ну, я не буду говорить, что и сама иногда делаю ошибки, конечно же, когда разговариваю с вами или с кем-то. Но я предпочитаю читать комментарии, которые, если они обращены ко мне, хотя бы с какого-то приветствия. Обычно я так это делаю. А когда меня спрашивают, сколько сантиметров шапка высотой, я принципиально не скажу. Такое неуважение, мне кажется, человека даже к самому себе, не ко мне. Воспитанный человек, он знает прелести и преимущества культуры общения. Когда я нарочито, уважительно обращаюсь к кому-то, поверьте, грубости не будет. И ко мне будет благосклонное отношение. Поэтому я выбрала вот этот тон высокий в своих роликах по одной простой причине. Это приносит плоды. А на примере вот этого хамского отношения я, может быть, являюсь каким-то, знаете ли, таким экраном для большинства, чтобы они, может быть, подумали, да, наверное, не очень красиво. То есть воспитательный канал. Сегодня да. Сейчас посмотрим, что же мне написали. Забавные комментарии иногда бывают, но я не всегда и не все вам зачитываю, но могу сказать, что это приносит иногда неизгладимые сатиристические впечатления. Вы видите, как зовут дама. Скорее всего, эти люди под какими-то не именами и фамилиями, хотя вполне может быть, это имя и фамилия этой дамы, я вот под своей фамилией везде пишу, оставляю. И что же пишет мне эта любительница моего канала? Вы знаете, сколько эмоций радостных я у нее вызываю. Вы не должны снимать ваши ролики. Ну, я у нее забыла спросить, что мне вообще в этой жизни делать. Если уйдете с канала, никто не заплачет. Ну, хорошо, пусть никто не плачет, я все равно буду снимать ролики. Пожилая женщина, мне 53 года, ну, наверное, с 65 хотя бы начинается пожилой возраст, хотя ей, наверное, 18. Пожилая женщина, полуголая, ну, а что? Руки голые, кстати, да. Ну, в том ролике, где я показывала Суоми, давайте еще раз посмотрим на фоне Суоми, как я полуголая, собственно, пожилая, пожилая, вещает и корректности, и порядочности. Господи, заламывает она руки, Янка. Господи, кто-то еще тратит время на это? Ну, наверное, да. Посмотрите количество подписчиков, количество просмотров, количество комментариев. ничего личного нет, вы как раз тут очень много личного. Случайно заглянула, вам бы, наверное, вернуться в Лондон лучше. Я говорила, что я училась, кстати, училась я не только в Лондоне, я училась и в городе Болонии, и Милане, и я надеюсь, у меня будет возможность и дальше продолжить свое обучение. Я думаю, я вас рассмешила про пожилую полуголую, ну, кстати, и пожилая, когда я буду, после 65, после 70, я не перестану носить ту одежду, которая мне нравится, вязать те вещи, которые меня вдохновляют, и снимать для вас ролики. А сейчас сделаем обзор трех изделий моих, связанных в технике интарсия. Это свитер Онега, который связан из двух ниток тысячаметровых в 100 граммах Махера и один блок всего-навсего из так называемых бабочек. Это пуловер Матис, и моя любовь. Это Африка, куда я очень хочу попасть. И в Намибию тоже у меня есть такой кардиган. Ну, чуть-чуть попозже. Я хотела обратить ваше внимание, что все три изделия связаны из Махера и какой-то пряжи. Вот как раз эту какую-то я сейчас тестирую. Этих моих тестов очень много. Хочу повторить пуловер Эльза с новым для меня эффектом пряжи а-ля помпончики. Это будет в очень глубоком цвете шоколад. И набор это уже есть. Осталось дело за малым. Расклешенный силуэт Эльзы, который вы можете увидеть здесь на фотографии, я хочу сделать зауженный книзу. Все мои эксперименты я заношу в мастер-классы. У них есть обновления. И вот, например, был связан жилет с рукавами. Я подумала, что мне общее тело, конструкция подходит для паутинки, как связан жилет с рукавами. Взяла, добавила другие рукава. Поэтому в одном мастер-классе теперь два изделия. Жилет с рукавами и вот эта паутинка из Махера. Я поблагодарить хочу всех тех, кто тратит свое время драгоценное, чтобы написать мне эти добрые слова, поддерживающие, иногда просто какую-то реакцию. Поверьте, я это очень ценю. Хейтеры, не переставайте. Пишите, какая я, по вашему мнению, старая, полуголая. Еще были варианты жирная, жирная, да. Кстати, вы стимулируете меня к тому, чтобы держать тонус, вес в норме. Бог мой, ну, что, что люди не занимаются своими делами? Почему их так волнует моя жизнь, а не своя собственная? Нет, нет, вы не бросайте хейтеры. Благодаря вам вы очень сильно поддерживаете мой канал всевозможными своими репликами, реакциями, комментариями. А благодарным зрителям и тем, кто уже знаком с моим творчеством или, может быть, зашел первый раз, но с добрым сердцем, я хочу пожелать всех-всех благ. Конечно же, мы увидимся с вами в будущем. И я говорю вам пока. Пока.